Друзья мои, согласитесь, что самое важное в нашей жизни это всестороннее объективное восприятие ситуации. Ровно то же самое происходит, когда речь идет о ремонте автомобиля. Мы много копий сломали и с клиентами, и с подписчиками на тему того, можно ли ставить родные запчасти, нельзя ли ставить неоригинальные запчасти, сколько людей, столько и унений. Где-то полгода назад мы запустили проект, который называется «Серая мечта». Это когда мы взяли старую Гранд Витару с пробегом там овер 200 тысяч, в районе 240 реального, и поставили туда все неоригинальное. После чего эту машину купил наш клиент, зная о том, как она собрана. И теперь, чтобы не быть голословным, чтобы не ломать копия, я предлагаю вам просто посмотреть ролик. Четыре месяца эксплуатации. Четыре месяца. Что может случиться с машиной, которая собрана из родных запчастей за четыре месяца? Ничего. Даже если ездить активно, даже если ездить в горы, даже если ездить по России. Что случилось у Алексея? Посмотрим. Возьмем и посмотрим прямо сейчас, в этом ролике. Поехали. Добрый день, Ютуб. Добрый день, наши подписчики. Господа, как вы видите, с нами опять Алексей. Это говорит о том, что к нам вернулась наша серая мечта. То есть машина не была у нас сколько, Алексей, по угоду, наверное, где-то, да? Ну, мы делали ТО в августе. Да, сейчас у нас ноябрь. То есть вот период с августа по ноябрь мы, соответственно, машинку не видели. Ну, вкратце расскажите, как вы провели время, расстраивало, не знаю, радовало. То есть какие эмоции вообще от автомобиля с пробегом в 240, почти тысяч? Да, ну, последний раз мы снимались, когда я уезжал на Эльбрус. Вот, вся поездка прошла, мы проехали где-то 4,5-4 тысячи 700 километров. Вот, никаких нареканий, все замечательно было. Вот, но не прочувствовал. Там единственный момент был очень интересный, когда ездили в горы, и такие были дороги, по которым, ну, на седание там, ну, вообще никак не проедешь. То есть забирались в очень интересное там ущелье, реки, там кучу все посмотрели, и все вот благодаря автомобилю. Продолжение следует... Ну, не прочувствовал. А по осени, значит, уже вернувшись, все сделав того, мы съездили на грязи, и вот там-то я... То есть начался оффроуд такой. Да, 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 то есть это действительно, мы и засадили машину, и вытащили. Ну, в общем, сумасшедше, здорово. Я и сам по себе никогда не был в таких грязях, а тут еще и сам и на своей машине, и за рулем. И я, наконец-то, понял, то есть для чего... Для чего внедорожник вообще, да? Для чего нужен внедорожник, что это такое? Причем, вот, друзья, обратите внимание, то есть машина была куплена, по большому счету, недорого, если разобраться. Пробег у машины большой, то есть почти четверть миллиона километров. Ну, в общем-то, как бы это Сузуки, которую, как вы помните, мы готовили не из оригинальных запчастей. И сейчас мы посмотрим, в каком же состоянии после эксплуатации не по дорогам общего пользования, не по трассе прибывает автомобиль Алексея. То есть как у нас поживает, в общем-то, как бы наша серая мечта. Михаил в данный момент осматривает автомобиль, и вот сейчас, как бы, мы вернемся к тому, в каком же она теперь, после пробега во сколько? Ну, в районе 20, плюс-минус тысяч. 20 тысяч за несколько месяцев прибывает эта машина. Поехали. Ну что ж, друзья, теперь давайте, как бы, детально посмотрим, что у нас происходит с машиной. Кирилл Андреевич, покажи, пожалуйста, нашим зрителям то, что эксплуатация явно не лайтовая, да, то есть машина использовалась по назначению, и здесь видны проблемы, так сказать, уже вот невооруженным глазом, начиная сразу, потому что, ну, что-то есть здесь, а что конкретно, нам сейчас, пожалуй, расскажет и покажет Михаил. Миша, тебе слово, давай тогда. Текут трубки, охлаждение КПП. То есть течь трубок КПП? Да, до самой коробки. Так, дальше что у нас еще? Опора двигателя левая, оборвана. Покажи, пожалуйста, Миша. То есть, а доводилось Алексей прыгнуть вообще где-то там, то есть на кочку, там на скорости проходить? Ну, на скорости не сказал бы, что прям много. Мы тебе поверим на свой, Миша. Ну, я отсюда не вижу, да, но... Стойка стабилизатора стучит. Ну, менять две, соответственно, колодок. А помнится, мы ставили их, насколько я помню, неоригинальные. Это, кстати, к вопросу о надежности неоригинальных запчастей в этой машине. Так, колодок там процентов 25 осталось. Ну, 20 тысяч для неоригинала это неплохо. И задние рычаги. А с ними-то что? Шерва-капора-клюк. О, то есть, подзакончились, подошли у нас верхние рычаги. Еще раз, Миша, покажи, где я. Дай, Свет, пожалуйста. Вот здесь, да? То есть, шерва-опора верхних рычагов. Да, есть такая проблема на грандах и примерно как раз на таких пробегах. То есть, за 200. Вот как бы... Ну, и в остальном, в принципе. Так, еще, Алексей, вы говорили, что были проблемы с компрессором кондиционера. То есть, диагностировали его выход из строя. Да, это у нас. Ну, и зеркало, как бы, это механическое, да? Зеркало, да. Зеркало снесли на парковке. Ну, то есть, вот, друзья, как бы, если подытожить нашу беседу, что случилось с машиной с пробегом в 240 тысяч за еще 20. То есть, сейчас у нее 260 тысяч. И мы получили проблемы по, соответственно, неоригинальным стойкам стабилизатора. Потому что, как бы многие в комментариях не писали, что неоригинал это вообще вот такая вещь. Если вы ездите не по асфальту, как Алексей, то возможны траблы. И хорошо, что Алексей за ремонт заплатит только половину. Помните, у нас с ним была такая договоренность. Ну, вот, что касается, как бы, шлангов, тут вопрос открытый. Почему? Надо смотреть, может, какое-то касание было еще что-то. В принципе, нештатная такая вещь. Ну, по рычагам время, время, друзья. И, как бы, с ним уже, в общем-то, ничего не сделать. Ну, что ж, тогда, Алексей, сегодня мы ограничимся диагностикой. Или вы будете оставлять машину? Нет, оставить я не смогу. Но в ближайшее время, как будет желание, соответственно, мы займемся ей. Ну, на этом, наверное, мы сегодня, парни, закончим. Выпуск будет небольшой. Но суть проблем машин этой марки с пробегом за 240, я надеюсь, для вас понятно. То есть, как бы, покупая такой автомобиль, будьте готовы к тому, что если эксплуатировать его по назначению, все-таки иногда придется вкладываться. С вами был Илья, с вами был Алексей, с вами, как всегда, был Гранд Витера Клуб. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на наш канал, а также на группу ВКонтакте. Ссылочка внизу под видео. До свидания, ребята. Ну что ж, друзья, собственно, как бы уехал Алексей, посчитали мы, соответственно, все его проблемы. Кирилл Андреевич, покажи их, пожалуйста, нам. С одной стороны, вот эта цифра в 35250 рублей кажется маленькой. И так оно и есть, потому что ведь настоящая эта цифра у нас 70500. Алексей-то платит всего половину. Таким образом, подытожим. За пять месяцев старая Витара с пробегом за 200 съела у своего хозяина почти 1200 долларов. Ничего не могу сказать. Эксплуатация действительно была жесткая. Ни дорожная, ни шоссейная. И, как вы видите, запчасти, ну, те, которые не оригинальные, начали показывать себя не с лучшей стороны. Что бы там ни писали люди в комментариях. Правда, она, знаете, одна. Ну что ж, теперь, соответственно, как бы мы ждем Алексея. Устраняем все эти болячки. Частично мы их устраняем в ближайшие выходные. Частично в январе после его возвращения из одной хорошей заснеженной страны. И мы обязательно покажем вам, сколько же серая мечта заберет денег у Алексея за полный год. То есть, покажем вам ту цифру, о которой говорили заранее. То есть, будем показывать расходы за весь срок эксплуатации. Спасибо.